всем привет продолжаем снова физического моделирования вот может быть не все так четко и хорошо я рассказываю но я стараюсь итак сегодня поговорим о законах сохранения вот импульс мы знаем да импульс вычислить можно это масса объекта умноженная на его скорость вот ну и импульс в принципе может быть положительными или отрицательным ну как скорость да может иметь знак плюс или минус но в случае с одномерным пространством одномерное пространство это в случае да там объект двигается право или влево там двумерное трехмерное пространство там посложнее это все ну как бы аналогично но немного сложнее поэтому большинстве вот мы будем пока рассматривать одномерное пространство ну где-то может быть чуть чуть двумерный вот и законы сохранения что это такое то есть это они работают когда у нас сталкиваются два физических объекта вот и столкновения эти могут быть упругими или нет упругими то есть то есть как бы абсолютно упругими или абсолютно не упругими или то есть или не абсолютно упруги вот упругие столкновения это у нас когда мы игнорируем деформацию объектов потерю этой энергии вот импульса и все такое то есть это в нашем как бы идеальном мире а наши игровые миры там много чего можно просто убрать да и сделать их там своими идеальными вот и какие-то там трение можно убирать ну точнее его не можно убирать его чуть-чуть надо оставить но не так как в реальном мире вот ну то есть к примеру абсолютно упругое абсолютно упругое столкновение давайте вот у нас движется какой-то объект с какой-то скоростью вот он движется сюда а здесь у нас находится стена то есть это одномерный случай да вот у нас стена но я стараюсь это рисовать все ровно так вот этот объект имеет массу где у нас тут масса вот он масса у него есть вот у него есть массы также у этого объекта есть скорость в и она направлена в эту сторону в данном случае вправо вот ну и импульс мы знаем форму импульса это p равно m умножить на v вот это импульс дальше после столкновения то есть это абсолютно упругое столкновение после столкновения елки-палки не то надо вот здесь выбрать и вот так вот наверное так давайте сдвинуть чуть-чуть не сдвигается ладно вот после столкновения этот объект получит скорость обратную по величине то есть данном случае вот он полетит обратно и скорость у него примет значение минус так давайте вот здесь напишем минус в вот соответственно и импульс будет с отрицательным значением так вот это абсолютно упругое столкновение то есть нет деформации нет потери импульса и объект летит-летит-дэнь и покатился обратно с той же скоростью вот теперь давайте напишем напишем формулу формулу ну давайте не формулу давайте давайте это все уберу и и представим два объекта два объекта вот у нас будет объект один так вот но это он это это прямоугольник возможно он тут не особо как прямоугольник но верьте на слово это прямоугольник вот два есть объекта соответственно это объект с массой м1 то есть масса одного первого объекта а это м2 и каждый из них движется с определенной скоростью ну к примеру этот объект двигается вот сюда а этот вот сюда и скорости у них у этого в 1 а у этого в 2 вот так я тут немного так подкорректировал поубирал всякие буковки итак закон сохранения энергии точнее сохранение импульса то есть он гласит что в замкнутой системе то есть на которую не действуют внешние силы суммарный импульс сохраняется при любых взаимодействиях между этими объектами и по-хорошему после столкновения этих двух объектов то есть эту формулу можно записать вот так м1 умножить на в 1 плюс м2 умножить на в 2 м2 равно м1 в ну f напишем умножить то есть это скорость после столкновения плюс м2 умножить на в f2 а тут в f1 вот так вот то есть это закон сохранения импульса вот кроме всего прочего помимо импульса есть еще единица измерения энергии формула единицы измерения энергии у нас такова к равно м умножить на в квадрате давайте умножить на в вот так вот и разделим на 2 вот вот такая вот формула вот тут латекс формулы какие-то но я не знаю этого языка поэтому вот так вот и напишем вот и единица измерения энергии это у нас килограмм умножить на метр квадратный разделить на секунду в квадрате вот вот то есть единица энергии имеет название джоуль вот то есть можно также вычислить энергию вот и дальше смотрите если мы отбрасываем все внешние факторы трения там воздействие внешних сил это у нас какой-то идеальный мир вот и нет у нас потерь энергии кинетической энергии то есть в данном случае это к это кинетическая энергия вот когда у нас этого всего нету нет потери энергии нет деформации и прочего прочего то мы можем в принципе вычислить скорости этих объектов после столкновения вот вот как же их вычислить то есть сейчас я напишу формулу вот ну давайте первое нам надо скорость первого объекта и скорость второго объекта теперь где у нас тут так и скорость в как я там писал в f1 да вот в f1 равно так что у нас тут в адвансе а это превью ладно в f1 равно 2 умножить на массу 2 и умножить на скорость 2 2 дальше плюс делаем вот так вот масса 1 минус масса 2 и умножить на скорость 1 вот на скорость 1 дальше все это добро все это добро делим на 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 масса 1 плюс масса 2 вот вот такая формула это для скорости первого объекта так я скопирую вот вот и сейчас мы попробуем это все посчитать то есть задать какие-то просто значения и теперь давайте формула для второго объекта формула для второго объекта у нас такая то же самое ну как то же самое здесь 2 умножить на массу 1 и на скорость 1 да дальше масса 2 минус масса 1 1 умножить на v2 и а здесь внизу делитель тот же сам вот и теперь надо изменить изменить тут это скорость второго объекта до после столкновения ну и теперь давайте давайте зададим значение этих объектов ну давайте к примеру к примеру к примеру масса 1 сначала зададим одинаковые массы масса 1 равно 5 кг масса 2 равно 5 кг скорость 1 равно пусть 2 метра в секунду скорость 2 равно 2 метра в секунду вот так вот это случай 1 1 и нам надо вычислить нам нужно вычислить в f1 равно 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 знак вопроса и в ф 2 и и ф2 знак вопроса вот нам нужно это вычислить это ну как бы я сейчас сам вычислю вы точнее ставьте на паузу вот вычисляйте и сейчас проверим эти значения у кого какие получились и так что получилось а получилось то что ну и ожидалось да на скорости у нас остались одинаковы вот в данном случае в f1 и в f2 имеют одни и те же скорости потому что массы у нас одинаковы и скорости одинаковы соответственно нет внешних сил внешних воздействий и мы получили 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 закон сохранения энергии все у нас сохранилось просто просто вот но в данном случае конечно же здесь со знаками плюс вот но по хорошему v1 имеет 2 а v2 имеет минус 2 и в соответствии с этим у нас вот здесь были бы изменения да вот v1 имела у нас скорость 2 после столкновения минус 2 вот ну вот в таком случае то есть просто поменяли скорости и каждый объект покатился в свою сторону с той же скоростью как у него и было до а теперь давайте напишем формулу эту для уже то есть просчитаем какие скорости будут для этих объектов если у них будут разные массы вот ну и конечно же наверное вы написали программку я так надеюсь короче для этого я просто сделал то что программку а в качестве для этого примера вот написал такой код у нас есть некий объект вот object и collision это столкновение и здесь я передаю объект с которым я столкнулся соответственно это не константа этот объект тоже меняется и вот по этой формуле я вычисляю скорость 1 и вычисляю скорость 2 и потом текущему объекту присваиваю и тому с которым столкнулись ну по хорошему по хорошему по хорошему правильно ли так использовать или неправильно здесь обсуждать не будем это у нас демонстрационный пример да и теперь давайте посмотрим вот у нас скорости объекта а масса 5 да масса 5 скорость 2 у второго объекта масса 5 скорость минус 2 то есть это одномерный случай и не значит двигается друг навстречу другу и сейчас мы здесь увидим что произойдет обмен скоростями то есть закон сохранения энергии работы ну а теперь давайте попробуем здесь масса будет 2 килограмма здесь масса 3 килограмма и это движется скоростью 4 метра в секунду а это навстречу со скоростью минус ну пусть 2 и будет и давайте посмотрим что будет на выходе и после столкновения у этого объекта у которого была скорость 4 у него стала скорость минус 3 и 2 то есть он в обратную сторону с другой скоростью покатился а этот объект у которого который навстречу летел до объекту а скорость из двух изменилась на на 2 и 7 вот ну а теперь давайте ради интереса массу этому объекту установим в 20 скорее всего он как ехал с отрицательной скоростью навстречу с такой скоростью он и поедет ну давайте проверим понял не понял не понял не понял давайте еще раз так и смотрим объект 1 масса 2 скорость 4 метра в секунду объект 2 масса 20 в 10 раз массивней выполняем да объект b у которой массивней он замедлился почти в 2 раза ну вот да вот но объект который летел нам навстречу него была скорость 4 метра в секунду после столкновения стало почти 7 метров в секунду и в обратную сторону он очень быстро отскочил то есть вы имея эти знания советую вам уже попробовать даже графически просто изобразить этот эти два объекта и задавать им движение которое будет двигаться сталкиваться и разлетаться кто вправо кто влево и попробовать это перевести на 2d к примеру это уже шары да там бильярде могут быть там разные или есть такие игры где там всякие всякие круги жрут другие круги забыл название этой игры вот и чем больше становится вот этот шар тем он становится массивней тем он медленнее едет вот хотя это не то но попробуйте типа такого бильярдника сделать вот вот формула не такая уж и сложная и поэтому поэтому то есть в этом случае отбрасываются все внешние силы то есть для большинства простых 2d игр или одномерных даже игр этого хватает с головой то есть внешних воздействий нету ну можно добавить еще трение в самом простом виде вот то есть на каждой итерации уменьшать скорость там на 0,2 к примеру и постепенно как бы скорость будет падать 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 пока объект не остановится вот 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 ну я думаю на сегодня здесь все ну как бы так что делать если мы столкнулись со стеной да наверное ничего не делать давайте попробуем 0 поставить скорость ну 0 если мы поставим скорость то 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 ничего то не произойдет просто у этого скорость уменьшится в данном случае ну столкновение с другими объектами мы рассмотрим следующих видео вот просто попробуйте сталкивать два объекта и так чтобы по этой формуле они кто куда летел да либо передавался импульс и массивный объект следовал дальше но с меньшей скоростью либо уже улетал в другую сторону вот поэтому спасибо за внимание на сегодня все пишем комментируем там подписываемся и все такое вот всем спасибо за внимание а для новоприбывших в каждом видео в описании каждого видео есть ссылка на список видеороликов по темам кликнув на который вы можете увидеть все видео которые есть на канале это удобно для навигации на канале довольно таки много видео больше 100 170 вроде бы вот поэтому еще раз всем спасибо за внимание всем пока что не